Тринадцатая глава Книги Немии Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное из Израиля. А прежде того священник Елиашил, приставленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладаны, сосуды и дестины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. И левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в иудеи, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавались ясное. И теряне жили в иудеи, и привозили рыбу, и всякие товары продавали в субботу жителям иудеи и в Иерусалиме. Я сделал выговор знатнейшим из иудеи и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день в субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу? После всего. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день в субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и муавитянок, и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтоб они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он, он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и, однако же, чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елеашива, один был зятем Санаваллатах, Харанита, я прогнал его от себя. Вспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне.